итак ребят мы продолжаем девушка колебалась бы видно что она хочет пойти с нами но что-то ей мешает это точно не работа в мастерской иначе она бы не сомневаюсь и не взвешивала за и против ладно пойдем это все рисую рисую с вами хоть посижу хоть что-то за сегодня стал лучше вожатый на завтраке так и не появился ну и хер на него он литерболом занимает сидит у себя в домике как только мы зашли внутрь мику засуетилась начало быстро проводить все в порядок может быть даже анализмом ладно youtube это шутка расставила для нас стулья поставила в центр столик раздобыла кипятильник было видно что она хочет поделиться теплом своей душе с нами и и стоит признать у нее это получалось видя эту неугомонную действие мы заряжались сами начали шутить радоваться нажимать и дергать все что попадается под руку странно конечно и не знаю только я не решалась подойти к краю я стояла в неком ступоре и смотрела на лину которую с увлечением брякала по клавишам на мою руку опустилась теплая ладонь славе все хорошо вроде да просто погода давление что я пыталась оправдаться как могла но где-то глубоко в душе понимал что славя все знает все видит то ли я так плохо вру то ли она так хорошо читает людей а вскоре мику принесла кружки с горячим чаем разложила конфеты печенье и прочную радость прочую радость и мы расстелись в кружок наслаждаясь уютом маленького мира созданного старанием одной девушки за окном шоу противный мелкий дождь улицы опустили а солнце словно взяло выходной весь мир стал грязного серого цвета и вместе с ним и наше настроение но как только мику щелкнул выключатель в душе стало хоть немного посветлее пусть этот электрический свет и не заменит небесное светило но наш маленький мир вот делает хоть немного ярче на весь день похоже не думаю вроде льет сильно а потом уже снова солнышко снова тепло было бы здорово так гулять хочется пройтись и правда хочется вроде все знакомое какой-нибудь новый пейзаж да заметишь а ты вообще как художницей стала сама не знаю просто так получилось как-то смотрела на лес решила нарисовать сначала плохо получалось потом тоже а потом родители книжек подкинули записался кружок в общем обосновалась а по жизни кем хочешь быть не знаю художник это конечно здорово но кушать тоже надо может редактором как ему газету может так меня снова отвлекли я вернулся друзья может честно не знаю но рисование не заброшу уж поверьте это теперь как стиль жизни золотые слова лен это теперь часть себя это важно удивительно с каким спокойствием мигу говорит об этом ведь еще недавно музыка которой она живет которой она дышит ее чуть ее же чуть не убила конечно это не магическое воздействие александра но именно его близость помогла и хоть немного ждите ту часть себя где этой самой но где есть она обычная девушка которая тоже хочет любви которая тоже хочет тепла который не нужно завоевывать любовь ведь любовь не завоевать она просто если бы ее просто не нас ведь так мало всего несколько миллиардов горска а можно вообще здесь для того чтобы впервые чуть людей как повод для любви за все то время что мы сидели в кружке мику так и ни разу и не сыграл а нам и не надо было мы просто прятались от непогоды от посторонних глаз счастье любит тишину и эти посиделки почти что вытолкнули все напоминания сне об утре и оважатом это все стало нереальным далеким почти невидимым в кромежной серости для на дня наконец зажегся первый огонек дождь постепенно отступал вскоре засветило и долгожданное солнце время уже клонилось к обеду и мы все мы все той же компании направились в столовую но как только я представил порог то сразу же захотел уйти на своем привычном месте все также одиноко сидел вожатый вид у него был получше чем последний раз он взглянул на меня стыдливо улыбнулся и почти уткнулся носом в тарелку на душе снова стала скверно но сейчас безграничная грусть сливалась ненавистью не кригорию александровичу к тому же как безропотно он принял эти правила игры я сейчас подъеду надо только обсудить одно дело сижусь рядом с вожатым он все также 9000 меня нет почему вы здесь сидите могу уйти было видно что его вложит вина за сегодняшнее утро кажется будет совсем другой человек нежели два дня назад я не про это мы эти обсуждали что вы должны измениться вы ведь хороший подойдите к вожатым поговорите не думаю что это сработает как вы можете быть уверены если даже не попробовали я пробовал раньше так попробуйте еще раз они ведь должны знать что вы начали исправляться думаешь хуже ведь не будет они может и не забывали про ваши проступки но думаю не откажут в помощь наверное ты права прямо сейчас пойду вот этого правильно нужно брать быка за рога такой-то момент на лице григория александровича проскользнула улыбка надежда он много улыбался много шутил радовался но от этой улыбки стало куда веселее чем от тысяч его шуток став из достала вожатую верно направься в другой конец столовой к остальным конечно я не смог он не могла услышать о чем они говорили но их лица были серьезными а григорий александрович грустным так не соврешь да и не стал бы он сейчас врать но в следующее мгновение произошло то чего никто ждать не мог вожатый высушиваю григорий александрович рассмеялись ему в лицо словно увидели что-то несообразное что-то это смешного глупое что-то внутри меня оборвалось уверенно внутри григория александровича тоже он быстрым шагом вышел столовой догонять я его не решалась кое-как когда ковылял на ляв до столика я рухнула на стуле тупо стоялась в стену девочки молчали в скором времени лена ими кушали осталось только славе она уже давным-давно все съела и только пристно смотрела на меня а ты чего не идешь тебя жду зачем хочу помочь зачем потому что ты моя подруга григорию александровичу бы кто помог вот по этому поводу я и хочу тебе помочь девушка встала и приснула мне руку я покорно развиваю и мы вместе пошли куда-то в сторону клубов ну показывай что показывать тебе вожатый показывал кострище показывай где она не вожатая григорий александрович разве ты сама не знаешь где после гибели сони все приезжали за прежде забыли о местной молча какой хитрый лагерь ты меня только за этим вытащил веди на месте по поговорим почему-то я верила что славе эта поляна нужна только для того чтобы мне было легче говорить либо там был грингорий александрович спустя некоторое время мы добрали добрели до нужного места славя гляделась вокруг и стала на край помню это место когда эти нет теперь хоть знаю это все я могу идти нет подруга располагайся мы здесь надолго девушка обернулась ко мне подошла ближе кажется надолго готовясь к этому разговору ты наверное думаешь что все мы тут только и дело что вредим вожатым григорию александрович надо прости мы просто просто мы помним что дело безобидные шутки ему прощались это же не повод на вид человека но соня помню и такая веселая была заводная не или 17 вроде было на такой ребенок очень уж ей сважа григория александрович им понравилось вместе гуляли вместе шутили за руки держались все такое то платье это ее платье было а мы не против если любят друг друга то почему нет вот только с каждым днем она мерку что ли веселье испарилась глаза потускнели потом они страшно поругались почти при всех соня не выдержал стол и тарелками в него кидала в день смерти вожатый другого отряда их вместе увидел говорю что соня еле на ногах стояла пьяная была он он наоборот как стеклышко он может не убил но он виноват я не могла поверить что григорий александрович что это уставший от жизни человек способен на такое не вся эта заученная речь я не хотела в нее верить пыталась не гонять от себя дурные мысли но но голос разума говорил обратно уверенно он и к соне так вламывался в домик не знаю плохой человек или нет но любите вы или просто дружи с ним это ноши и не каждый готов нее на себя завалить а те кто готов не всегда могут ее удержать на этот вожатый он не мог наврать мы думали об этом конечно григорий александрович запил после этого страшно сейчас это так детский лепит и как-то раз поговорить проговорился что она и правда была очень пьяный она ведь не пила до этого мы с ней пусть и не прям лучшие подруги но порой шептались мы ходили к нему пытались помочь на он только больше злился и говорил что это мы виноваты что он всех в гробу и дал сначала один плюнул потом второй почему ты не плюнул понимаешь оль я ведь и сама такой была ты вроде думаешь что тебе никто не нужен что никто не поймет твоих переживаний но сам в это время медленно тонешь а ты тоже тону еще как у меня рядом обрыв было я стояла внезапно славя замолчала тяжело было слава богу что силы хватило выбраться иначе бы не сидела тут рядом славя я тебя девушку за руку вспомнился сегодняшний сон тоже обрыв славя как бы ничего плохого не вышло однажды прихожу а он по щекам девушки побежали слезы он то будет к уже из-под ног выбил если б не пионеры неподалеку господи мы его только вытащили он упал начал рыдать только одну фразу сказал но я ее хорошо запомнил почти успел к ней попасть вот для себя я решил что буду ему помогать если не я то кто ты молодец что не сдаешься ему повезло что ты рядом ты не представляешь как я боюсь за тебя боюсь за него думаешь и стану второй соней нет просто он может тебя сломать не нарочно я случайно увидела его дело там было странное слово психопат библиотеки почитала он слепой нет он нас видит конечно но не чувствует эмоциональный слепой на танцах я знаю что он тебе сказал он это уже говорил он не псих и не монстр просто другой я никому не рассказывала но он сегодня пришел ко мне утром пьяный уставший говорю что ему плохо потом лег ко мне на колени и заснул это время слава смотрел на меня удивленными глазами все еще держал ее за руку ужас какой если бы я не знала его то посоветовала держаться подальше он не сам это советовал да это похоже на него самое страшное что подобные выходки для него абсолютно нормально он даже не поймет это и обидишься за это его понимание это проявление заботы пока слова говорил я пыталась оценить все его действия все его поступки и теперь смогла разлететь всю картину целиком для григория александровича важен посыл ситуации потому что он может его продумать но никогда не ощутить чувство чувства людей которые в ситуации участвуют вот и выходит что даже тогда после дискотеки он не был дискотеки он просто оберегал меня от себя только я этого не поняла кажется ты начала понимать его логику кажется поэтому ты не вторая соня но обе веселые но ты оказалась мышление мышление спасибо что ли только есть проблема я его не люблю это его ранен да что же мне делать не бойся улья рядом я помогу поверь мне но верю славь верю не обняла свою подругу ткнулся в плечо подставился хоть на секунду покинуть это место сбежать от вожатого от его любви вернуться к семену через некоторое время я все же решилась подарить продолжить этот тяжелый разговор от этого есть лечение и лет навсегда боюсь что лечения нет об этом вообще не так давно узнали тем более что советская медицина пусть хорошо она забывает о психике только тело лечит а про душу забывают разве можно увлечить душу хотя бы наложить бинт как мику так ты знаешь конечно знаю вы ведь подруги я хоть и не врач но помогаю успокоить бурю в сердце человеческие ошибки это огонь который может осветить правильную дорожку остальным а мне огня на всех хватит не бойся девушку где умиротворенной возможно ее терзали сомнения страхи или паника но она твердо знала что все невзгоды будут и в этом была я сила мне как-то на руки попала твое личное дело знаешь а мир во многом похоже разве пусть и не близняшки но обе с тобой не словно их не словно хлебавши там в делах есть самые сокровенные мысли самых близких к тебе я покраснева смущения мало ли чего семян мог думать он парень с фантазией семена то вид твой парень да люблю что там было только одно слово люблю по моим щекам потекли слезы словно угли в камине все эмоции снова разворошили от чего те данного начали тлеть в моем сердце обжигая своей теплотой девушка обняла меня за плечи по матерински прижала к себе я ведь я ведь столько не успела я задыхалась но все равно пыталась говорить пыталась вытащить из себя то что столько времени накапливалось и разъедала мне душу хотела замуж детей двое мальчика и девочку сначала девочку марусь красивыми я жить без него не могла и сейчас не могу славь я хочу к нему хотя бы на минутку на одну девушка лишь сильнее обняла меня мое тело бил на мандраж и язык заплетался и этот обрыв стал таким пристегательным если не получается забыть смириться то лучше вообще не жить не вырвалась из объятий побежал туда на свободу и вот одна нога уже занесена от припастью и мы лежали на холодной мокрой траве и пытались отдышаться славе оля в этот момент показали будто сквозь нас пустился так мы смотрели друг на друга и не могли понять кого мы видим это славя из сна или из лагеря славя ли это уверенно думаю то же самое про меня нет вспомнила про свой сон ты ведь там была ты в моем тоже обрыв обрыв не все раз снится тебе а мне первый после того как это случилось самом деле а это случайно не в конце лета было в конце лета а ты откуда знаешь мне тогда в первый раз приснился с каждой фразой наше удивление росло все больше и больше да не может такого быть начнись оля ты умерла и сейчас в лагере тут не такое может быть мне потом правда еще примерно такой же снился похоже тоже с тобой только я теперь не тебя толкала тьму за твоей спиной свящего это как луной похоже подбра подбрасывал славе врулся нервный смешок после первого сна мне стало плохо а после второго что шансов у меня нет как будто организм переставал бороться у меня тогда было чувство не поверишь наверное как будто кто-то помогает может это ты не знаю славь не знаю ты когда пришла мне почувствовать как будто мне как сестра не меньше это все так странно не говори мы сели обратно на бревно и стали думать вроде все понятно но в то же время может мы и правда сестры да нет вряд ли скорее духовно повязаны что ли чувствуешь наверное я просто об этом не думал особо внезапно девушка обняла меня со всей чувствительностью чувствительностью теплотой что только возможно спасибо тебе оль спасибо внутри меня в районе солнечного сплетения зародилось необычное на такое приятное тепло такое чувство словно душа стала целой мы соединились с потерянным кусочком я не хотела отпускать славе из объятий и это было взаимно но вскоре это умиротворение спала медленно гнусно без остатка снова начали терзать проблемы в основном григорий александрович да и без него проблем хватало славя поехали куда угодно возьмем машину и поедем в глазах слави заисклилился азарт а поехали это место какое-то снова взглянула на обрыв да ты права мы встали и собрались уходи как вдруг славя смехнулась и посмотрела на меня я ключи где возьмем так григорий александрович и возьмем теперь слава полный рассмеялся и обняла меня их сестренка ты в лагере пару дней уже хуже меня это что значит уже можете даже активно в не буду наш смех разлился на спящем лагере мы спокойно дошли домика вожатого и принялись думать а как мы сейчас ключи будем того этого не парсионных оставлять на нас только в одном месте дверь приветливо распахнулась не пришлось даже применять навыки великого взломщика странно хотя нам даже лучше самого вожатого в домике не было что уже не могу не радовать и тадам сестру я потрясла ключиками в ночной тишине эх гриша гриша сколько смена привычки не меняешь с чего бы мне их менять по-твоему когда за гришу год григорий александрович и хамдрази все наших пустых головах я в ужасе посмотрел на славу и уменьшим говорю издали деру непонятно где он сейчас и как услышал но он греха как говорится подальше к машине поближе звуки мотора окружили тишин ночного лагеря волга дернулась вместо расчищая фарме путь мы сваливаем из этого лагеря чертова славя участливо отворила запертые ворота и мы поехали дальше а куда мы в итоге едем прямо от этого я как само собой разумеющийся свернуть все равно не получится как не грусти отлично мне туда и надо слава рассмеялась и последовало я примеру а я последовал небо и земля слизь воедино кажется будто был только кусок дороги под нога под нами остальное утонуло в вечности не было лагеря не было обрыва не было вожатого и не было соня может и меня нет славя рассматривала темным глазом стеком на впустить ее сюда открыв окно не решалось ведь только она и спасала нас обеих от холода без времени или не спасал ведь лагерь по сути тоже без времени я от него не спаслась как славе слушая тебе не кажется мысль давалось тяжело словно я прородилась продиралась сквозь густой кустарник довольно мы не спаслись подтвердила на худшие опасения я выдохнула долю отчаяния и поежилась как думаешь что дальше не знаю мне кажется это навсегда но у тебя есть шансы не успехнулась я не про лагерь роль тогда про что право жатых сонями ку и вот этого всего она вела окружающую машину мрак не думаю что это навсегда девушка грустно успехнулась почему же я лишь кивнула плечами просто так кажется рано или поздно все придет в равновесие даже боль даже печаль хотелось бы верить волга сама катилась по дороге моего впечатления вмешательства почти не требовалось я дотронулась до холодной ладони славе мы же теперь вместе значит придет девушка улыбнулась а в ее глазах заискрилась надежда я просто после вожатого тогда он снова начал пить после твоих рассказов не знаю как будто снова потерял потерял ориентир что ли было заметно что для слави это не секундная слабость а полноценная капитуляция так ребди предлагаю на этом моменте сохранится вот будем дальше так что там за полноценная капитуляция так что сейв сохраняем ну и конечно лайкосик ставьте на канал подписывайтесь с вами был всем удачи друзья и всем пока